Здравствуйте! Сегодня поговорим о триммере от Волл. Волл Берет. Вот он, такой замечательный, маленький, выполнен в расцветке под металл с черной вставкой матовой. Бывает и полностью черный корпус, черные вставочки, то есть просто ночь. Является некоторым аналогом более распространенных у нас триммеров от Moser Li Pro Mini. Позволяет работать как от аккумулятора, так и от провода. Здесь есть разъем для подключения питания, если вдруг у нас аккумуляторы сели. Аккумуляторов хватает на 75 минут работы. На зарядку требуется 1 час. То есть, в принципе, можно зарядить полностью и работать там, не знаю, две недели на одном заряде. Дальше, что еще можно рассказать о характеристиках этого триммера. Длина среза 0,4 миллиметра, то есть это, в общем-то, стандартная длина. Нож является быстросъемным. Народ смущается, обычно видя вот этот винт под крестовую отвертку. Но на самом деле здесь не прикручен нож. Он, как я уже говорил, быстросъемный. Это просто, ну, крепление двух половинок ножа друг к другу. Мотор, конечно же, роторный, как у всех аккумуляторных машинок. Мощность порядка 5 Вт, хотя производитель это нигде не указывает. Но так, по емкости батареи, по мощности зарядного устройства можно сделать такой вывод. Дальше. Имеется в комплекте удобная подставка для зарядки. То есть можно, мы уже сказали, напрямую втыкать шнур. Можно поставить триммер в подставку и он будет заряжаться. При этом при зарядке на нем загорается ярко-синяя лампочка. Что еще про него рассказать? Ну, в комплектации имеется ряд насадок. Насколько они нужны триммеру, это вопрос остается открытым. Имеются труселя красные, как любит Волл. И имеется щеточка масла. Для кого этот триммер? Триммер, в общем-то, для всех. Достаточно высокая мощность, до 5 Вт при максимальной нагрузке. Нож шириной 32 мм, хотя производители указывают на упаковке ширину 28 мм. Но надо понимать, что в Америке, откуда он родом, и в Европе несколько разные критерии оценки ширины ножа. То есть, американцы замеряют по меньшему верхнему ножу, в Европе замеряют по большему нижнему ножу, по гребенке. Вес порядка 115 грамм. Очень легкий, очень удобный, хорошо лежит в руке. Небольшая, в общем-то, вибрация. Отличный вариант на замену Moser Li Pro Mini. К плюсам Moser Li Pro Mini можно отнести больше ассортимент сменных ножей. Там есть всякие для татушек, там узкие, там из двух узких таких частей для татушек, для параллельных линий. Для этого триммера я никаких сменных ножей не видел, но давайте не будем себя обманывать. Вряд ли вы когда-то купите дополнительный нож. Вместе с тем, по отзывам, эти машиночки поострее все-таки, чем Moser. Мозер в последнее время несколько испортился в плане качества ножей. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Если какие-то вопросы остались по данному триммеру, задавайте их в комментариях под этим видео. Подписывайтесь на наш канал на YouTube Enot Pastrigun. Добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте Enot Pastrigun. Там же в группе можете просить снять какие-то новые видео. Постараемся вас услышать и по возможности сделать. Добавляйтесь в друзья к Enot Pastrigun в ВКонтакте. Ну, на этом все. Ждите очередных наших видео. Делайте пальцы вверх. Пока-пока.